вот опять начинается слова вот сейчас мы в москве в отеле redison blue вчера прилетели заселились сейчас 10 часов 25 минут едем сейчас наверх на видовую покажем как там все красиво и буквально через четыре часа у нас самолет куда самолет в нью-йорк с кем с кем и и с лёвиком вот мы подъехали значит в ресторан сейчас пойдем посмотрим а теперь внимание ресторан работает с двух до 0 блин хорошо что мы хотя бы вчера побывали вот такой вид хотя бы вечером еще погуляли возвращаемся в номер а в номере кто нас ждет гулять пойдем пойдем собираемся любит ведет нас на прогулку за день такая конечно елочка пошли пошли было аккуратно и тихо так лера лёва короче не выдержал гуляет последний раз на русской земле вот такой отель тут же вот аэроэкспресс рядышком не а ну в этом году последний раз на этой земле да на родине лёва на родине поднем вот спасибо вам товарищ фуфу пошли угадайте где мы где мы что это мы прошли регистрацию регистрацию москва нью-йорк все мы в транзитной зоне денис обвешивался рюкзаками для борисов здравствуйте да вот лера со львом борисовичем сейчас пойдут на посадку конечно достопримечательность счета с левой все фотографируются обнимаются играться просят говорят игрушка говорят игрушка да все так что все хорошо пойдем посмотрим пойдем погуляем здравствуйте где вы сейчас находитесь мы находимся рапорт череветива с какой целью с какой целью вы здесь находитесь у нас цель туризм лев борисович вы что скажете я вообще ничего не понимаю они меня я тоже спорта какая-то суета да я уже приеду лягу буду лежать спать молодец в итоге мы в итоге в аэропорту все скоро у нас посадка лева звезда все с ним фотаются достопримечательность все мы находимся в нью-йорке метро едем в отель устали лева тоже устал было не до съемок много суеты на итог все нормально прошли все все таможни все границы все сейчас едем уже в метро метро все в масках маски молодцы все носят как положено но срок все закрыто все первое утро первое утро вышли лева гуляет в нью-йорке писать на нью-йоркский снежок так торопились что маску забыли маску везде надо одевать не забыли один из этого я забыла гуляем сейчас по нью-йорку вот такие небоскребы а вот здесь вот вот наверху видовая edge of нью-йорк в общем такой балкончик самая открытая самая высокая открытая видовая в нью-йорке вот такая если взять по телефону зайти на их сайт вот так пока сейчас посмотрим пойдем туда наверное лера пару слов о нью-йорке нормально пока нормально пока непонятно вот наверху такие небоскребы все это круто а внизу тут вот такой видок ничего особо интересного вот впечатлительно ладно идем дальше идем гуляем по нью-йорку заходим за поворот и видим что офигеть вот такая конструкция называется the vessel если перевести с английского переводится как судно но если перевести точно то как сосуд представляет собой такая металлическая конструкция 46 метров высотой напоминает она улей на ней 80 видов разных видовых площадок соедине соединены они друг с другом сто пятью десяти четырьмя лестницами и пролетов ну вот я полюсь я просто читаю с телефона дома текст не подготовил да вот разработал дизайн новой нью-йоркской достопримечательности британский архитектор томас хизервик вот такая красотень туристы гуляют фотографируются сейчас и мы пойдем красота вся украшена огоньками музычка рождественская офигеть зимой прохладно конечно красиво красивое место вокруг этого здания ходим идем но тут непонятно снегопад был пару дней назад вот смотрите какая большая лампа люстра и что это лампочка а тут ребята работают ничего себе прямо на улице каждый согревается в декабре в Нью-Йорке как может каждый да согревается как может велотренировочка на открытом воздухе в центре так как тренажерные залы скорее всего у них все закрыты все соблюдают социальную дистанцию прикольно сейчас ходим мы в торговый центр зе шопс очень красиво на улицах Нью-Йорка вот смотри какой елочки кстати елочки все искусственные я подошла потрогала сейчас узнаем когда можно зайти сюда от снега чистят ребята зашли и рядом торговый центр погреться Хадсон Ядс вот такая красотень тут к Рождеству все подготовили все в масках куча антисептиков санитайзеров для рук много бутиков вот такая красотень все в огоньках все горит все украшено вау посмотри прям наверх подними камеру да камера наверное скорее всего не передаст тут прям очень красиво так я вот тебе в принципе Нью-Йорк рождество и представляла чтобы все было в золоте все сверкало вот так все и есть магазины в принципе все открыты просто везде все соблюдают меры безопасности маски, перчатки обработка рук социальная дистанция гуляем по Нью-Йорку вот такие зарисовки сейчас мы находимся на углу коламбус все колы централ парк вот как голубки тут сидят красиво вот торговый центр здесь вот трамп интернешнл хотел такое вот здание памятник памятник колумбу открывателю америки вот вилла рикши стоят вот вход в центральный парк вон вон чей-то лёвик на руках дакота фишенебельный жилой дом на Манхэттене 72 улица и центральный парк построена 1880 и 84 год премиум класса квартиры от 4 до 20 комнат в каждой квартире печальную славу это здание приобрело 8 декабря 1980 года вон там вот в арке был смертельно ранен Джон Леннон а вот здесь вход в центральный парк сейчас мы пойдем там есть еще один мемориал ему об этом чуть позже вот вот это здание дакота а вот здесь мемориал посвящен Джону Леннона Strawberry Fields называется в переводе на русский земляничные поля вот да вот здесь всегда фанаты собираются поют песенки сейчас не так многочислено но все равно есть вот такое знаковое место а вот это здание когда я работал вилл рикшей в 2008 году я рассказывал что здесь жила Мерлин Монро и еще кто-то уже не помню не знаю правда это или нет тогда у меня была такая версия все верили так что вот ну я не придумал я просто с кем общался мне рассказали основные моменты по всем соседним зданиям и мне надо было что-то рассказывать во время экскурсии я рассказывал надо перепроверить эту информацию в интернете но все мы двигаемся дальше по центральному парку вот тут лавочки с табличками если не ошибаюсь то эти все лавочки именные с именами тех кто пожертвовал деньги на эту лавочку там на развитие парка еще на что-то либо в память о каких-то известных людях города а вот пики небоскребы вот не было их еще десять лет назад это какие-то новые построили такие тоненькие но высокие очень ну все идем дальше вот следующая локация в центральном парке вот это фонтан когда я вот так вилл рикшей работал рассказывал что это фонтан из фильма друзья но это это правда он так и есть сериалы друзья вот там дальше мост какой-то не помню уже что я про него рассказывал тоже какая-то да вот здесь был каток где он типа побежал вот не вот это отель плаза нет нет он здесь побежал вот здесь что-то много народу было он от этих убегал а ну вот короче с фильма один дома и вон там он голубей кормил под этим мостом а так там вода под этим мостом ну тогда-то была не вода ну сейчас посмотрим а вот это здание я помню рассказывал охотники за привидениями кажется снимали тут вот и вон там в конце еще тоже какое-то известное здание короче сейчас не помню а вон там гуси и лебеди сидят водичку пьют ну это я в интернете посмотрю добавлю описание не переживайте ну пойдем посмотрим на из один дома ну какой мост был то есть вот подошли поближе к этому мостику короче нифига это не из один дома там другой мост был а это называется bow bridge фиг знает короче какой-то прикольный мостик где все тусуются фотографируются снимаются короче зашли на этот мостик в край муха услышал что это типа мост поцелуев так что вот наверное он мост поцелуев ничего особенного вот просто табличка написано bow bridge в 1859 году открыт архитектор кольверт какой-то вот а вот это здание которое дакота где мы только что были там strawberry hills вот рыбаков да нету сейчас пойдем возьмем бур забуримся будем рыбачить красота снежок в приморье снега нет зато здесь снега полно все идем дальше прошли 20 метров следующая точка Bethesda Bethesda как-то так по-английски называется здесь такой красивый фонтан летом и вот это пруд пруд сейчас замерз все гуляют все фотографируются лера как тебе в центральном парке симпатично прям как в один дома потому что сезон да вот тут кстати вот это место тоже я не помню но рассказывал когда катал туристов что тут тоже какие-то фильмы снимали да а вот вот там наверху вот дорога и все эти рикши конные экипажи останавливаются чтобы все сделали фотографию прогулялись сейчас мы туда пойдем пока мы тут ходили бродили прибежала полиция всех разогнала в зале никому нельзя на лед выходить все кричат свистят полицейские по два пистолета электрошокер наручники еще куча всякой ерунды упакованы для зубов продолжаем гулять в центральном парке здесь орешки хот-доги продают орешки горячие в сахаре прикольные людей много очень и все в масках все в масках вот один не в маске песенки поют вот этот фонтан всех со льда разогнали красивое место вот подошли мы к следующей локации в центральном парке каток челера ты про этот каток хотела рассказать я думаю что именно на этом катке во второй части один дома этот самый я не помню как его зовут кевин кевин он встретил вот этих воришек которые залезли к нему в дом в первой серии и здесь они за ним погнались по вот этому катку и он побежал кто-то в парк сюда вон мост тот из фильма сейчас мы туда тоже попозже пойдем ну ладно фильм фильмом а так красивый вид много людей все катаются вот дошли до этого мостика а там вот отель плаза дальше а там apple легендарный на 5 авеню сейчас тоже туда пойдем да пойдем пойдем пошли ну таки в центральном парке достопримечательности прыг криса наткнула уточки подплыли на тусовочку уточки красивые да смотри как плывет как катер крейсер включилась я там кнопку моторчик а вот это тот мост с один дома про который мы только что говорили он с другой стороны мы обошли его такие небоскребы вот эти понастроили что даже в камеру не влазит приходится поднимать вот этот отель плаза здесь рождественская иллюминация елочки музыка вот пятая ревеню вот apple 100 и все это в нью-йорке да хотел зайти в apple 100 но связи с этой пандемии они тут очередь такую выстроили я не знаю тут на улице полчаса наверно надо стоять внешне американцы дают с ума сходят с этим коронавирусом по улице все в масках ходят вот токсичка такая из мишуры прикольно ну а мы идем дальше гуляем по нью-йорку кого мы тут сейчас встретили дональда трампа у меня он сказал тебе красавчик и ты красавчик продолжаем прогулки по 5 веню в нью-йорке где самые люксовые бутики всех известных мировых брендов вот такой собор тут даже продолжаем гулять по 5 веню вот магазин кортье к рождеству очень красиво украсили такой новогодний банкик вот пять этажей магазина найка а вот там дальше собор святого патрика снег не везде до убирали приходится идти по таким тропу личкам тропиночкам вот добрались до этого собора поближе сейчас пойдем зайдем вовнутрь и посмотрим что а здесь кстати вот рокфеллер центр там видовая очень прикольная и здесь же самая крутая рождественская елка но этому чуть попозже зайдем пока идем собор святого патрика все в масках все расположено вау красиво вот он собор вот такая красота интересно здесь венчание что не такое проходит здесь можно сейчас присесть отдохнуть вон там сидят люди помолиться или в интернете посидеть в текле католическая церковь свечку можно взять зажечь я думаю это лед давай зажгем поставим бери свечку красиво очень красиво конечно ничего не скажешь молодцы американцы католические христиане орган огромный кстати не сильно огромные я видел и больше а ну вон он побольше и есть а леда ну че как тебе круто очень красиво посмотри вон там там она на хор наверху хор мальчиков зайчиков а вот здесь уже начинается настоящая суета рождественская людей людей столько все украшено красиво это куда очередь не знаю очередь что они все стоят смотрят что-то что-то будет сейчас наверное не потеряйся все ждут сейчас подожди наверно ждут сейчас зажгут вот это здание ну не знаю мы короче тоже типа типа в теме здесь есть ну идем да к одному месту параллельно левым глазом смотрим на это здание потому что все смотрят на него а где елка а елка вот она урок феллерского центра красота вот подошли поближе к рождественской елке а там все закрыто не пускают либо там надо очередь большую стоять вера пошла духи понюхать магазин я пока тут видео снимаю и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень красиво Сейчас мы добрались до очередной достопримечательности Нью-Йорка Центральный вокзал Нью-Йорка Grand Central Terminal Он построен в 1871 году, капец Самый старейший известный вокзал Нью-Йорка Вот расположен на Манхэттене, на пересечении 42-й улицы и парк-авеню Вот, когда его строили, читаю, потратили 43 миллиона долларов По тем временам, по тем временам 1871 год Это просто огромней, огромнейшие деньги Вот такой он вот красивый До сих пор он функционирует Как вокзал в центре Нью-Йорка Все, идем в него Сейчас посмотрим, что там внутри Я-то знаю, что там внутри Вера еще не видела А он функционирует? Да, он полностью действующий Вот даже отправление вокзала этих поездов Стэмфорд Нью-Хэвен Расписание Ну, пойдем посмотрим А это между штатами или городами? Ну, и между штатами, и между городами То есть, по-другому говоря, там ЖД вокзал во Владивостоке, да? Да, ЖД вокзал просто Ну да, я фильмы видела Даже, по-моему, Гарри Поттера, фантастических тварей снимали Именно на этом вокзале Фильмов много, всего много Вот тут небольшие конструкции Не обращайте внимания Это реконструкция вокзала, я так понимаю, происходит Восточный балкон Вот тут памятная какая-то плита Вот флаги повсюду Потолок разрисован Очень-очень красиво Украшено к Рождеству все так стиленько Вот Лера меня фотоит Давай фото Вот, вроде бы, всего лишь Железнодорожный вокзал А целая достопримечательность Потолок Красиво разрисован В виде созвездий различных Вот здесь расписание Кассы такие Как 1871 году Оригинальные Все, вот мы Пошли Прошли Жесткий контроль Температурный Температурный контроль Температурный контроль Скажи это еще раз Температурный контроль Температурный контроль Нет, в другом языке Температура Температура Да Температура Я люблю это Очень хорошо Спасибо Спасибо Лера, вот здесь вверху Подождать надо Мы хотим посмотреть Ок Охренеть Вот они сумасшедшие С этим ковидом Вот там внизу Вот с планшетиком Стыд Спрашивает Зачем вы пришли Что вам надо Что вам надо Записывает Записывает Данные Подходишь К тому Отвечаешь На вопросы Есть ли какие-то У тебя Заболевания Либо еще что-то Признаки Кашля И всего подобного Потом там Температуру Сами видели Померили Потом еще раз Говоришь Зачем ты пришел Тебя ставят в очередь И ты стоишь в очереди Чтобы потрогать Просто айфон Короче Пока стою Разобрался немного Вот это Очередь Вот за мной Еще встали Получается Подходит Твоя очередь Тебе подходит Продавец И И Сопровождаю тебя По магазину И После Каждых клиентов Все протирают Вот сейчас я В магазине Примеряю Суперновый AirPods Max Вот так вот Они выглядят Звук Шикарный Так что Вот такие вот Наушнички модные Звук шикарный Но 550 баксов С налогом И все 600 Я платить пока не готов За такие наушники На следующей точке В Нью-Йорке Нью-Йоркская Публичная Библиотека Библиотека Одна из крупнейших Библиотек Библиотек В мире Пятая Эвенью И 41 На углу 34 5 Эвенью Empire State Building Гуляем Идем Зачем Пошли Прямо Я все знаю Всем привет У нас наступил Следующий день Воскресенье Вот Привез Леру На следующую достопримечательность Колоритную Брайтон Бич В Нью-Йорке Русский район Вот Тут уже бюро перевода Все на русском языке Вернулись В 90-е годы СССР Россия Пойду показывать Брайтон Бич Русский Нью-Йорк Итак Мы находимся На Брайтон Бич На набережной Слева от нас Брайтон Бич Пляж Это Какой у нас Атлантический океан Справа от нас Ресторан Татьяна Далее Впереди Татьяна Гриль Впереди Далее Татьяна Гриль Вот Снега тут много Дождь идет Ну Все собственно Ничего особо интересного Купаться сегодня не будем Прохладно Да Денис просто плавки забыл Я все забыл Я плавки забыл Да Вот такая набережная тут Длиннющая Длиннющая Вон ресторан Волна Ресторан Волна Да Ну вот Рубрика Русские в Америке Травяная аптека Вот Пойдем посмотрим Что тут продают Вот тут можно приобрести валенки Ну скорее всего это из ненатуральных Хотя нет Похоже Вот Вот Коровка здоровья Бычков на здоровье и на успех кому надо Обращайтесь Слушай Так же смотри Тут можно сделать прививку от гриппа прям сегодня На долине это будет показать убивательно А еще Ты хотел по моему приобрести Подарок Сувенир Биллу Что-то из русских там магнитиков Что-то такое Вот сможешь тут приобрести Ну да здесь Проще найти чем у нас это А тут самый главный вопрос Здесь все в рублях? В рублях Да? Да нет конечно Это интересно Ну в общем Короче как-то так Блин даже не знаю с чем сравнить это место Что-то оно мне напоминает Но я забыла что Вроде бы не Китай А Слушай похоже на район вторая речка Нет? Вот автовокзал Похоже да На улице куча всего стоит Да И так зашли мы В овощной продуктовый магазинчик На Брайтон бич Вот тут каждое яблочко проштамповано И причем вы знаете Торгуют как будто наши вот Как у нас местные Не хочу я как вот сказать Не хочу не надо Ну я в хорошем смысле Из ближнего зарубежья Граждане Да Ну что сегодня Подписали каждый этот Это что-то новенькое О хурма есть как у нас Ну вон хурма лежала нет в начале? Да Тоже хурма Выбор шикарный Орешек Вообще Орешки Вот тут кстати надо будет Торчик Приготовить вот с этим орехом Бил его любит Ну вот кстати русских нету продуктов Вот здесь какая Помнишь А я твоим родителям Как-то на Новый год дарила корзинку Да Вот тоже уже упакованы Пожалуйста Вот примерно только это русская корзина Да Идем вот сюда Ну здесь Не магазин русских продуктов Просто магазин Следующий мы найдем магазин русских продуктов Дай поподробнее посмотрим Интересно Продукты какие-то на заполках Ну вон всякие специи У нас конечно такого в России нету Ну вот соевый соус как у нас японский кикаман А вон по-моему это Чо Лула это мексиканский Как мы покупали той же фирмы в Мексике Картошечка Рафаэлла Краса Все накрыто Все упаковано Апельсинчики Арбузы В общем Выбор фруктов На любой вкус А там вот в начале ягодки Все что хочешь Ягоды тут же цветы продают Мандаринки Мандаринки да Мандаринки да Здравствуйте и друзья Привет Манго даже Папайя О смотри Феррера Роше У нас тут такой большой нету Феррера Роше Алоэ даже продают Бананчики Помидорчики Все что хочешь Все идем дальше Вот Сейчас нам выдали целую упаковку Бесплатно масок Просто офигели Лера Вот такая упаковка Простите Исфу Причем Я прощу Исфу Сохранение Департамент 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 Экселем круто ну он сказал что это до департамент здравоохранения офигеть 500 но просто у нас за бесплатно ничего не выдавали обалдеть это и бездомным и всем подряд пожалуйста берите не по одной маски а по целой пачки я думала он за деньги зашли в русский магазинчик лера захотела чебурек в итоге лера чё ты выбрала на это самса наверно самса с курицей на самса с курицей кофе самсу с говядиной взяли еще и того 10 баксов заплатили обслужили полностью на русском языке там плов делают на вынос вот что такой брайтон бич и так лера сейчас делает обзор газетного киоска лера какую газету хотела комсомольская правда аргументы и кружка реклама вот еще департамент здравоохранения бесплатно маски раздает он целая коробка стоит анкью он еще тебе предлагает вам надо мисс нашли следующий магазин раз посмотрим что там продается вот сюда тоже куча всяких овощей а вон бабкины семечки морс семечки от мартина семечки от мартина 8 8 долларов отруби бородинские кому надо буратино пелемешки там готова еда огурчики соленые хлеб бородинский все что угодно булочки всякие рулетики помидорки капусточка квашеная конфетки наши русские варенье из брусники пряники тульские все ты вдохновения вафельки коровка короче я думаю вы поняли да все что есть у нас в россии все здесь есть и даже больше о пожалуйста то что я искал сайра тихоокеанская смотрим изготовитель город москва не подходит пожалуйста добро флот думаю всем нам известно приморский край город находка пожалуйста производитель добро флот нет сейчас увижу пожалуйста наш добро флот красавчики захватили америку у нас подешевле ну конечно подешевле вот соусы аджики джекаджика выбор даже больше чем у нас супермаркетах майонезы наши блин красавчики сгущенка кто скучает сосиски сыры разные печенье так что у нас из молочки я знаю у них а вот сыр декейский брынза да грин агро я не найду наверное по перми гурт но я не знаю кому он нужен этот термин как будто кому-то нужен о сырки карат так домашняя я помню сметаны у них не было не было там а вот домашняя сметана все так что все есть отбой а кефир кефир есть все есть пожалуйста если здесь есть сметана можете сюда приезжать если то она можно приезжать яйца вот так у них функциями по 12 а вот эти штуки допустим вот маскарпоне вот допустим я хочу конечно есть сметаны причем всякой разной сколько это здесь 425 грамм на цикюр цель и даже с разными вкусами это кофейный напиток какой-то пойдем сюда замороженные всякие ягоды все что угодно блинчики даже пожалуйста вам заморожены как у нас все есть вот или мешки макароны макфа 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 доллар номер один в россии конфеты каракун красный мак так что не заскучаем он даже вот эти тортики трюфельные птифуры не а ну то все можно задерживаться как я говорил жить и не тужить конфеты шоколадки но здесь есть птичье молоко селёдочка рыбка пожалуйста вот еще рыбка такая вот супчики пожалуйста горячей судьбы напитки спиртные тоже пиво балтика кто скучает все есть но скучает по балтике самарское пиво есть даже козел 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 до чай майский отборный ну все пойдем чё торгуют тархун тархун есть эти говорю вот пожалуйста тархуны всякие лимонады не русские русские торгуют да найдем сейчас зашли мы в ресторан татьяна на брайтон бич вот тут сколько русских знаменитостей бывало президент украины ющенко лариса долина еще какой зовут братья крючко дебров винокур фирмальник вот только тут не было ничего себе вот это как аллегрова ты думаешь это она и тоже задумалась это не аллегрова все другая ну не знаю вот тоже они где хотя место очень такое по нашим меркам вообще ни о чем я думал по местным меркам это нет вот и всякие актеры лолита певцы валерий миладзе чуть и даже березовский обалдеть где-то фотографировались ладно мы идем на террасу принесли нам значит солянку мясную с нами сфотались позже следующая наша фотография там не забудет висеть вот мы сидим на террасе не знаю в чем прикол такая терраса все просто просто не знаю пристройку построили называли ее террасой только она не утепленная тут мы сидим в одежде кушаем лера куриный бульон я солянку просто бульон да вот так вот всем привет рублика в америке продолжается мы едем на автобусе про этом бич праздник бич куда но в следующий район следующий район сели мы автобус автобус стоит 275 есть еще лайфхак оплачивается карточкой той же самой что и метро и в течение двух часов действует трансфер с метро на автобус с автобуса на метро заплатив сейчас здесь для автобус в течение двух часов мы когда будем пересаживаться вход метро будет бесплатным далее видите желтая веревочка за нее потянешь автобус остановится но подаст сигнал водить этому водителю что на следующей остановке тебе выходить далее выход прежде чем выйти нужно дождаться пока зеленый огонь загорится и нажать на красную кнопку и верю не на красную дотронуться до желтой да так что вот так везде кнопочки веревочки штучки брючки а мы а мы в масках едем дальше одни сны ножки да давайте находимся сейчас в бруклине чуть дальше прошли на углу в с 6 и и винию подошли к тому месту где прошла моя молодость так скажем не молодость шучу где я жил в доме сейчас посмотрим вот тут вообще ничего не поменялось пока шли по этому райончику магазины вывески даже за 10 сколько уже 13 лет не поменялись дошли мы сейчас до того дома где я жил вот 2072 в стикс и винию бруклин вот этот дом тут уже поменялось все вот здесь получается вход основной первый этаж второй этаж и вот там еще бейсмент есть как полуподвальное помещение там тоже практически полноценный этаж на крылечке сидели на крылечке сидели вот здесь фотография есть у меня добавлю сейчас покажу какой там задний двор вот такой дом кажется узкий они вот все такие типовые но он на самом деле очень длинный там вот туда вдаль я не знаю даже сколько там комнат не помню он там в конце еще площадочка небольшая и у каждого дома свой гараж еще пойдем пройдем никого нет вот такой домик помню вот через эту дверь можно было выйти зайти все везде за штори на жалюзи закрыты вот это полуподвальное помещение про которые говорю вот гараж на один дом на второй вот здесь тоже вход выход есть зашли в прачечную местную лера хотела хотела очень посмотреть говорит как но вот расценки здесь очень приятно пахнет порошком мне нравится да там стираешь суши прикольно очень прикольно так ну что мы на улице моей мечты так я потом вам позже покажу где мой дом вот смотрите собачка такая красивая бегает гулять короче в общем тут очень красиво здесь какие-то старинные сооружения дома до дома все очень красиво приятно цивильно чисто аккуратно сейчас мы заходим и видим прекрасный вид вон кстати паром наверное да это мы в даунтаун бруклина сейчас подходим даунтау ну ну даунтауну манхэттена где просто до речи пропал skyline sky scrapes line как угодно называешь вот здесь видно очки горят манхэттен манхэттен бруклин бридж мосты и общем тут реально прям просто супер вот манхэттен все небоскребы здесь вот внизу дорога а мы наверху а вот это бруклин еще вот мы пойдем сейчас в ту сторону гулять вот такая как тебе лера очень красиво очень похоже на шанхай в шанхай такая же тема да по моему есть ну во всех мегаполисах где есть небоскребы там тоже есть такая площадка видовая на все небоскребы да да там тоже кстати да вот такие домишки здесь наверное стоимость даже страшно представить сколько с таким видом ты просыпаешься с утра выходишь чашечкой кофе встречаешь рассвет и закат неж я начинаю говорить и начинают слезы наворачиваться какая как это может быть очень круто вот смотрите не балкончики подошли мы еще ближе небоскребом в воде мосту вот такой вид шикарный тут лера ты чё там гуляешь как тебе шикарно да вон там покажи где статуя свободы он там жопочка маленькой стоит вон она подсвечивается вот тут паромы катаются во все стороны можно кроме наземного транспорта еще и водным воспользоваться здравствуйте это репортаж русские в америке продолжаю да денис поверните пожалуйста камеру на шикарный мост об этом месте я много читала много видела фотографий что говорят туда подачи пойдем так же что говорят про это место на самом деле очень много туристов приходит сюда на закате именно или на рассвете чтобы снять потому что тут прям розовое розовое небо я не знаю зависит ли это от сезона но я видел очень много кадров именно это этого места розовым небом это было очень красиво всем привет у нас третий день путешествие по нью-йорку вернулся я обратно к этой видовой площадке к этому объекту за весел через интернет такой билет загрузил билет бесплатный но четко лимитирует время посещения вот я с 11 до 12 билет забронировал сейчас вот без пяти 11 через пять минут пойду заходить зашел от я вовнутрь вот здесь только ступени лифт даже есть вот так внутри она выглядит все погнали наверх и так у меня подъем занял порядка четырех минут в принципе у спортивного подготовленного товарища как я но даже у меня появилась небольшая дышка это я можно сказать без перерыва шел вот такой вид здесь открывается если вниз смотреть то похоже на пчелиные соты а вот здесь какое-то железнодорожное депо куча вагонов стоит небоскребы повсюду блин у красиво чё сказать продолжаю гулять здесь по видовой вот сверху обратил внимание на такое необычное здание снизу тоже но кажется необычным но сверху многое становится понятным почитал в интернете в общем вот такая штука это по-английски за счет это сарай ангар депо в общем просто какой-то культурный центр там акустический центр картинные галереи искусство чё только нет и посмотрел в интернете оказывается вот это вот вся конструкция она вот так передвигается здесь она и видно и реально видно там он рельсы внизу там это шестеренки которые тянут ну это просто капец я скажу вам очень круто что такая конструкция может передвигаться что-то с трудом верить но в интернете видео показывает как она действительно двигается так что вот такие удивительные конструкции вот она прям рядом пристроена к небоскребу к этому тут много небоскребов вот они все вокруг ну блин это реально очень круто все в общем уходим с этой видовой вот это здание про которое говорил там идем сейчас в парк хайлайн называется дословно если высокая линия на высоте 10 метров от земли парк находится 2 и 3 километра длиной в 2009 году основали его это получается бывшая железнодорожная ветка ее сносить не стали а на ней сделали вот такой парк вход абсолютно бесплатный можно ходить гулять сколько душе угодно вот что еще интересного 11 входов него ну короче вот такой парк идем смотреть что в нем есть интересно вот видите вон получается вот эта конструкция по которой поезда раньше ездили даже трещется немного подо мной там машины проезжают вон молодцы молодцы чё креативно подошли поставили ветку железнодорожную сверху просто расположили еще один объект достопримечательность в которую на которую сейчас туристы ходят посмотреть погулять да и не только туристы местные так как в таких мегаполисах стоит острая проблема с зелеными парками с какими-то прогулочными зонами так как тут одни каменные джунгли то очень часто делают вторым-третьим ярусом либо на крышах какие-то парки прогулочные зоны собственно по какой по которой я сейчас иду ну все погнали дальше значит купил я билеты такой 36 баксов с налогами 40 получилось иду на видовую ай амигата 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 заходу амигата все тут так все красиво аккуратно народа никого нет красота свободно иллюминация вся и идем 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 вот это видео сейчас наверняка зайдем в лифт где будет все круто красиво необычно ох ты а вот тут необычно прикольно графика графика такая типа эти арматурины с бетоном ух ты красиво как макет как дерево корни в землю пускает а турбина какая-то свежий воздух подает а а а и и и и и и и и и подхожу и у и и и н и и только Вот это Empire State Building, вот здесь One World Trade Center. Мы едем, я прочитал, на 340 этаж. За 60 секунд летает лит, написано. Красота. Все, там бар с шампанским, там открытая видовая. Посмотрим сперва здесь, а потом пойдем дальше. Вот это красота, аж дух захватывает. Сейчас идем на открытый балкончик. Собственно, ради чего приехал я сюда. Видовая называется The Edge, в переводе на русский на краю. Сегодняшний день это самая высокая видовая площадка, открытая в Нью-Йорке, на западном побережье. Есть еще Empire State Building, Рокфеллеровский центр, я там был уже раньше, но это еще выше. И, конечно, тут необычно, что это как такой балкончик выступающий. Солнце как слепит. Вообще супер. Тут стеклянный пол есть, а вот Empire State Building. Тут реально страшно. Вау. Не первый раз. Но тут он немного непрозрачный, прозрачный, но затемненный, но наступать страшно. Вот там даунтаун со своими небоскребами. Вон вертолет. Высоко, высоко. Ну, на самом деле, не очень страшно. Не знаю, кому-то и страшно, но мне пока не очень страшно. Солнце так слепит. Вот там центральный парк. Вот Empire State Building. Вот где-то там мы живем. Вот эти новые небоскребы узенькие, высоченные. Погода распогодилась, вообще красота. Так и вот, что я хотел рассказать про эту видовую. Получается, это сейчас самая высокая обзорная площадка в Нью-Йорке. Вот. Небоскреб Hudson Yards называется. Что я еще читаю сейчас, подождите. Наша смотровая площадка, ее название отражает как ее уникальный дизайн, буквально пронизывающий небеса насквозь, так и волнующее ощущение ее посетителей. Ощущение того, что вы находитесь здесь, находитесь на грани чего-то нового. Ведь именно там вы и находитесь, на краю. Это вот описание этой видовой с официального сайта. Вот так вот, круто. Главное вниз не смотреть, а то вот так сейчас вниз посмотришь, а там капец. И ноги сами начинают дрожать. Лучше вот здесь пойду. Странные американцы подошли ко мне, сказали, что собери палку GoPro, нельзя с раскрытою во всю длину находиться здесь на площадке. А то кого-нибудь зацепишь, поранишь. Вообще они, конечно, со своими правилами, как не разогревать кошку в микроволновой печи. Или не кидать фен в ванну с водой. Это из той же серии. Ну, ничего, я уже все сделал, все снял. Вот небоскреб, кстати, строят еще один. А вот с этого балкончика подошел, видно, вот это вот the vessel, где я сегодня был, поднимался. А вот это здание, которое движется, я рассказывал. А вот этот небоскреб, который оттуда казался таким высоченным. А теперь я стою, не знаю, этажей на 20-30 еще выше, чем он есть. Капец. Вот так вот высоко тут. Прикольно, прикольно, конечно. Нью-Йорк, Нью-Йорк не перестает удивлять. Не стоит на месте новые небоскребы, новые видовые. Еще 10-15 лет назад ничего похожего не похожее было, но этого не было. Были другие видовые, казалось, зачем еще, когда те настолько интересные и крутые были. Но нет, они строят еще. Красавчик, что? Уже уходить собрался с площадки и увидел, самолет летит. Вон там самолет летит ниже, чем я стою. И причем это он не на посадку идет, судя по всему, а реально просто летит. Так что вот такая высота. Спустившись на лифте, здесь еще один магазинчик со всеми сувенирчиками. Вот американцы, красавчики, умеют зарабатывать деньги. Кстати, лифт засек 100 этажей, за 53 секунды пролетел. И причем как-то и уши не закладывало, и ничего такого неприятного. Так что вот так. Ну а здесь видели уже, как все круто и красиво украшено к Рождеству. И все, погнали дальше. Итак, всем привет. Все так же на Манхэттене. Сейчас находимся рядом с Мэдисон Сквей парком. Здесь так камеру ведем, ведем. И вот здесь на пересечении 5-й Эвеню и Бродвея находится знаменитая достопримечательность Манхэттена, Нью-Йорка. Flat Iron Building. Здание утюг, переводя на английский. Вот такая у него необычная форма в виде утюга. Поэтому так и названо, собственно. Находится вот на пересечении этих двух улиц. Вот такая достопримечательность. Сейчас строительными лесами он покрыт. Не очень впечатляет из-за них. Но в целом все понятно, все видно. Сейчас нахожусь в Нью-Йоркском метро. Так поздно начал снимать. Вот там в Томатве можно купить, пополнить карточку. Здесь через турникеты проводишь карточку. Заходишь и здесь же можно выйти. Вот такой метро. Вот такой метро. Вот такой метро. Вот так. Вот так. Субтитры делал DimaTorzok Здесь я нахожусь в даунтауне Манхэттена, Беттери парк называется. Здесь такой прогулочный парк есть, со всякими памятниками, монументами. И отсюда же отправляются паромы на остров, где находится символ Америки, статуя свободы. Вот она там, за моей спиной расположена. А вот эти паромы. Но я сегодня не поеду туда, я там уже был не один раз. Вот. И там рядом еще находится Элис Айленд. Посмотрю в интернете, до какого-то 1954 что ли года на этот остров прибывали все эмигранты. Проходили регистрацию и потом уже попадали в Соединенные Штаты Америки. Вот такие дела. Вот, кстати, паром подошел и люди выходят из него. Следующая группа будет сейчас заходить. Вот такая статуя свободы. Здесь также различные паромы отправляются на все соседние острова. Поэтому тут водное сообщение очень развито. Помимо каких-либо других островов, просто именно отсюда можно в центр Манхэттена на пароме уехать. Либо в Нью-Джерси, либо еще куда. Следующая достопримечательность. Символ Уолл-Стрит. Бык. Как все знают, все знают, на фондовой бирже есть как быки, так и медведи. Быки играют на повышение, медведи на понижение. Но так как у нас все стремятся, чтобы стоимость всех компаний и акций всегда росли, поэтому, соответственно, памятник стоит быку. Памятник медведям я не знаю. Вот здесь всегда все фотографируются. Помню, говорили, если быку потереть, вот там одно место, где девушка села фотографироваться, то обязательно будет успех, удача. Сколько раз я здесь бывал, всегда очередь, очередь из туристов сфотографироваться. Ну, сегодня я не буду ходить, у меня уже и не одна такая фотка есть. Есть фотка даже, где я залез на самого быка и держу его за рога. Да. Вот она. Как это? Мировая столица финансовая. Окей, идем дальше. Сейчас пойдем на Уолл-Стрит, где одна из главных мировых фондовых бирж Нью-Йоркская. Биржа. Идя дальше, здесь же, по Нижнего Манхэттену. Не ожидаешь увидеть такую церковь. В готическом стиле, среди всех этих небоскребов, зажатых. Вот такая вот, называется Тринити Чочь. Церковь Троицы. Там даже есть маленькое кладбище. Отцов-основателей. А вот там дальше Уолл-Стрит и фондовая биржа Нью-Йоркская. Сейчас мы туда и пойдем. Нью-Йоркская. Нью-Йорк Стак Эксченж. Нью-Йоркская биржа. Вот здесь. Рождественскую елочку такую красивую поставили. Здесь настолько узкие улочки, что солнце, наверное, сюда проникает только когда проходят эти места. А так, постоянно тень. Здесь раздание красивое фондовой биржи. Вот здесь Федерал Холл. Тоже какой-то музей, что ли. А вот здесь, казалось бы, где воротят, воротят миллионами, миллиардами долларов. Просто на улице сидят ребята на картонках, которые покрашайничают. Идея, что-то чуть горы мусора лежат. Не знаю, когда его заберут. Наверное, заберут. Идем дальше. Пришел в парк 9-11 Мемориал. Память о тех двух рухнувших небоскребах. Вот здесь новый небоскреб построили. Вот такой. Ой, даже в камеру не влазит. Что сказать, американцы? Ну, красавчики. Огородили весь парк. Тут такая территория огромная. Огородили вот такими решетками. И сделали только один вход, один выход, чтобы лимитировать количество входящих людей. Чтобы людей не было много. Все соблюдали социальную дистанцию. Ну, ближе, короче, к теме парка. Вот здесь две такие ямы огромные. Одна здесь, вторая там. И здесь перечислены имена всех людей, которые погибли, которые спасали, выручали в те дни. И тоже, к сожалению, погибли. Все имена их перечислены. И вот здесь постоянно вот так вода стекает по периметру вниз. И вот туда. Вот такие красивые монументы сделали. Блин, ну а новый небоскреб, конечно, поражает своей высотой. Он еще выше. Вот она, загнивающая Америка. Вот кто-то розочку воткнул. В память о том-то. Зашел я в эту необычную штуку. Оказывается, это просто торговый центр. Ну и спуск метро. Зато наверх так необычно смотрится наверху это. Вот здесь буквально на этаж ниже уже метро вон. То есть, представляете, какой тут подземный мир. В несколько этажей. Сколько небоскребов над нами. Тут все изрыто, перерыто. Посмотрел название этого торгового центра. Окулус. В переводе глаз. Не знаю, почему он так называется. Но, видимо, по форме своей похож. Вот гуляю по Нижнему Манхэттену. Забрел райончик, где такие. Ох, ты легчик почти бежит. Такие ребята цветные. Торгуют всякой фигней. Ну, конечно, это не Луиза, 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 Куча, кофе. Она тут, я киперю, марта уже. Вот если обратили внимание, все лежит на таких тряпках. Я помню, раньше не раз видел, когда полиция подлетает вот в чемоданах. А они резко это все хватают, сворачивают и убегают. Манхэттен, 34-я улица, 6-я авеню. Обстановочка на месте. Вот, кстати, самый большой в мире магазин Мэйсис и самые древние. Там этажей 8 или 9. И каждый этаж, как несколько футбольных полей, по-моему, очень большой. Там же, возле Мэйсиса, такая тусовочка. Ребята тут музыку слушают, двигаются. Да-да, красавчик. Взял его на прицел. Я его тоже подстрелил. У магазина Мэйсис вот такая рождественская иллюминация. И одновременно здесь же попрошаете себя. Пройдя еще буквально 8-10 улиц. Вот, любят так кричать тут, просто стоять и понты колотить. Говорю, пройдя 8-10 улиц, оказываемся на 42-й, 44-й, далее улицах Таймсквэр, где все вот эти рекламные телевизоры, мониторы. Помню, когда первый раз в 2007 году вышел на эту улицу, минут пять стоял с открытым ртом. Офигевал от того, насколько тут все в огоньках и необычно. Туристов много, даже в это непростое время. Много всяких людей, которые вот траву толкают. Марихуану просто, пожалуйста. Кому надо, обращайтесь, парень продает. Вот, фотографироваться можно со всякими переодетыми статуями Свободы и всякими другими. Вот тут можно спросить, попрошайки всякие. Еще только нет. Продают всякую ерунду. Картинки всякие. Тут же коллажи рисуют. Вот такое туристическое место. Таймсквэр. Площадь времени или временная площадь, как правильно. Вот такая площадь. Здесь уже к Новому году привезли иллюминацию 2021. А, это реклама Kia Sorento, что ли? Тут же... А, ну вот, можно подойти с фото. Это целая очередь стоит. Вот такая площадь. Светло как днем за счет всех вот этих мониторов. Реклама везде бегает. Причем у мониторов такое разрешение. Почти у всех качественные пиксели практически не видно. Раньше такого было по-другому. То есть они регулярно, судя по всему, это обновляют, меняют. Мне кажется, рассказывал или нет. В Нью-Йорке сейчас закрыты все рестораны и кафе только на вынос. На доставку работают. Но разрешено кушать в ресторанах, где есть веранды, на верандах, на террасах. Так вот, взяли ресторанчики, у кого есть возможность, построили веранду. Но тут веранды, это просто такие беседочки какие-то, по сути, также полностью закрытые, только стоят на улице. И вот там народ сидит, ест. Конечно, интересный закон. Непонятно, как он помогает бороться с распространением коронавируса. Изначально это понятно, что на верандах открытое пространство и продуваемая территория. Но когда на улице 0, минус 5, плюс 5, то холодно и они все позаколачивали со всех сторон. Ты сидишь, по сути, в том же замкнутом пространстве и помещении, только на улице. Следующая локация, 50-я улица, 6-я эвене, вот здесь Radio Seeker, Akfeles Center. Здесь тоже праздничная, как так сказать, иллюминация, инсталляция. Вот много туристов тоже фотографируется, достаточно красивое место. Такие новогодние елочные игрушки. Всем добрый день, сейчас мы находимся в аэропорту Ла Гвардия, Нью-Йорк. Вот зашли купить водички в магазин. Тут касс привычных для нас просто с продавцами нету. Есть вот такой терминал самообслуживания. И тут даже можно на русском языке все сделать. Добро пожаловать. Отканируйте первый товар. Один доллар девяносто. По-русски все говорит. Я вот тоже удивлен, что так все круто. Ну все, оплачиваем. Продолжаем гулять мы по аэропорту. И первый раз вижу, ну первый раз в американском аэропорту с собакой, что есть вот такая комната для выгула домашних животных. То есть настолько они относятся хорошо к животным. Здесь у нас вот такой искусственный газончик. Паркетики, раковина. Когда собачка свои дела сделает. Но что Лёва туда не очень идет, кстати. Ну, он до этого погулял. Так что такие вот молодцы. В аэропорту кафешки. Первый раз такое тоже вижу. Прикольно так. На каждом столе стоит планшет, iPad. Здесь можно меню. Сразу вот выбираешь. Что надо и тебе приносят. Вообще прикольно. Столько планшетов понаставили. Тоже соблюдают социальную дистанцию. Здесь вот нельзя сидеть. Вот еще бары. Там тоже бары, кафешки. Сейчас пойдем что-нибудь покушаем. Прикольно, конечно, современно. Значит, вот мы сделали заказ на планшете. И тут вот такой терминальчик стоит. Нужно карточкой проводить. Вообще, конечно, пробуем. Спасибо.